Девушки отдыхают Разобраться, что и как Беспокойный знак вопрос Ображу сам не свой По планете родной Как же там подо мной Ходит вниз головой Я плечу, а чего Я шепчу, почему Почему, почему Объясните, я пойму Почему Наклони головочку вниз Да чтобы увидеть свое отражение Узнать, каков он на самом деле Во все времена Разные люди Обращались ко мне в зеркало С одним вопросом Светлый век Скажи, да все правду Ложи Я светит Всех КОНЕЦ КОНЕЦ Не всегда так спокойно Люди смотрели на свое отражение Каких только чудодейств Не приписывали Они и серков Древние люди Даже боялись своего отражения Думая, что это и есть Душа человека А вдруг душа и вовсе Уйдет из зеркала И там останется Чепуха, конечно Но тогда Много тысяч лет назад Все необъяснимое Казалось чудом Арабы считали Что зеркала Отражая злых духов Приносят человеку счастье В Китае Невеста в день свадьбы Держала зеркальце На сердце Тоже, наверное, на счастье Древневосточные воины Надевали на грудь Зеркальные амулеты Которые должны были Их уберечь в сражении Наивные люди Ну что может сделать Маленький кусочек зеркала Сибирские шаманы Уверяли, что зеркало Может показывать будущее Вот как было Придумывали про меня Всякие небылицы Которые сейчас Могут вызвать Только улыбку Конечно, мое волшебное свойство Давать отражение И есть чудо Но чудо обыкновенное И делают зеркала Обыкновенные люди Вот я беру стекло Беру шаблон И вот этим алмазным стеклорезом Я делаю заготовку под зеркало КОНЕЦ Здесь я обрабатываю Край стекла Для будущего зеркала Я отдаю это стекло Для нанесения зеркального покрытия Перед тем, как нанести Слой серебра на стекло Мы предварительно его очищаем В специальном растворе После этого протираем насухо Сейчас я наливаю Закрепляющий состав Делаю серебряный раствор Который мы можем покрывать зеркала Вот я произвожу Заливку зеркального слоя Сейчас у нас начинает на стекле Проявляться зеркальный слой То есть получается зеркало Сейчас я достаю из сушки зеркало Мой друг будет наносить на него Защитный слой Защитный слой наносится для того, чтобы закрепить серебро Серебро Вот теперь получается зеркало В котором вы, ребята, смотрите каждый день Вот так, как ты сегодня смотрели на себя люди с незапамятных времен Совсем другими были прически и одежды Другими были и зеркала Знатной египетской красавице Не так легко было увидеть свои прекрасные черты Так как в древнем Египте зеркалами служили металлические пластины Начищенные до блеска Древние греки высоко ценили красоту и изящество Они научились изготавливать зеркала из бронзы и серебра Украшая их скульптурными фигурками В Японии бронзовые зеркала были круглые И это не просто так Круглое зеркало изображало солнце Которое японцы очень почитают Но металлические зеркала на солнце темнели и тускнели со временем И вот в Италии, в городе Венеция Искусные мастера открыли секрет изготовления стеклянных зеркал Способ их производства венецианцы держали в тайне Смертная казнь грозила всякому, кто посмел бы открыть иностранцам этот секрет Надо сказать, что звание стекольщика было не менее почетно, чем звание дворянина Как не хранили венецианцы свой секрет изготовления зеркал Французам удалось его получить Они просто-напросто сманили мастеров и привезли их в Париж И вот придворные дамы, отправляясь на бал, смотрелись в стеклянные французские зеркала В России в XVIII веке по указу Петра I появились первые зеркальные заводы Каких только зеркал не делали российские мастера Большие, одетые в резные рамы зеркала стали украшением дворцовых залов Потом увлечение зеркалами постепенно проходит И зеркало становится чем-то повседневным, привычным Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Но мне было бы обидно, если ты думаешь, что зеркало существует только для того, чтобы человек мог полюбоваться на свое отражение. Это совсем не так. Я дружу с солнечными зайчиками, мне ничего не стоит вскипятить чайник. Я могу стать веселой игрушкой, но больше всего я люблю, когда в меня смотрятся далекие звезды. Астрономы, которые наблюдают звезды, они открывают свои телескопы и начинают наблюдение за звездами. Эти наблюдения продолжаются с вечера и до утра. Что из себя представляет тот главный инструмент астрономов, который называется телескоп? Узнать, сколько звезд на небе, люди пытались очень давно. Но наблюдать за звездами невооруженным глазом было трудно. И вот появились первые телескопы. Но сначала в телескопах были увеличительные стекла, линзы, которые давали не очень четкое изображение. Эти телескопы не могли разглядеть очень далекие звезды. Разгадать тайны Вселенной помогло зеркало. Да-да, в XIX веке в Англии Вильям Гершель вставил в телескоп вместо линз зеркало. Наш глаз устроен примерно так же, как телескоп. Наш зрачок – это линза телескопа, которая строит изображение в глазу, и мы видим картину неба. Мы видим только очень маленькое количество света, которое приходит к нам. В телескоп видны звезды в миллионы раз более слабые, чем те, которые мы видим глазом. Вот для этого нужен собственный телескоп. Астрономов интересовали очень большие телескопы. Чтобы видеть очень далекие звезды, мы пошли по пути сооружения зеркальных телескопов. Вот в отличие от плоского зеркала, зеркало телескопа, оно сделано выгнутое, внутрь немножко прогиб. И вот это зеркало строит изображение так же, как обычная линза. И сейчас в мире уже работает телескоп с диаметром зеркала 6 метров. А сейчас в мире сооружается несколько телескопов, у которых зеркало будет иметь размер еще больше, примерно почти в два раза больше этого. Уже 10-12 метров. Вот такие большие зеркальные телескопы можно сделать. Для чего все это делается? Мы видели с вами Солнце днем. Вот оказывается, звезды это точно такие же Солнца, но находятся от нас на очень большом расстоянии. Это необразимо далекие расстояния. Такие же, что свет до этих звезд самых далеких идет тысячи лет. Тысячи лет. Даже десятки тысяч лет. Их мы можем наблюдать только в телескопе. А сейчас я открою тебе один секрет. Секрет термоса. Ты утром наливаешь горячий чай в термос, закрываешь пробкой, завинчиваешь колпачок, а вечером пьешь такой же горячий чай. А в чем секрет? Секрет в зеркале. Внутри металлического футляра колба с двойными зеркальными стенками. Между стенками ничего нет. Пустота. Но пустота не может хранить тепло. А вот зеркало... Зеркало отражает все, в том числе и тепло. Не забудь закрыть термос пробкой. И тогда тепло не сможет выбраться из зеркальной ловушки. И твой чай не остынет. А знаешь ли ты, что есть такие зеркала, в которые нельзя посмотреться? Люди употребляют слово зеркало, зеркальце, зеркальное для названия некоторых животных. Например, зеркальный карп. Ну, вы помните, как в сказке Алексея Толстого «Приключения Буратино» жабы притащили мальвине сонного зеркального карпа. Правда, увидеть свое отражение в карпе вряд ли можно. Это можно только, наверное, сделать в сказке. Потому что чешуя у карпа не такая блестящая и не такая гладкая, как зеркало. Маленькое зеркальце бывает на оперении у птиц. Например, у многих уток участок перьев окрашен ярко-зеленый или ярко-синий цвет. Яркое белое пятно имеется на крыльях у самой большой лесной нашей птицы – глухаря. И у его лесного собрата Тетерева. Это тоже все называется зеркалами, живыми зеркалами. Не такие блестящие, не такие яркие зеркала есть и у некоторых оленей и косуль около хвостика. Но зато это белое пятно очень хорошо выделяется на фоне темного меха. Когда мама оленуха приподнимает свой короткий хвостик, то открывается это зеркальце, и олененок видит его и бежит за матерью. И поэтому он может не потеряться за деском. Ну, а совсем необычные зеркала имеются у некоторых рыб и зверей внутри глаза. Вы, наверное, видели, как в темноте светятся глаза у кошек и собак. Цвет бывает разный – розовый, желтый или зеленый. Вы должны себе теперь представлять, что сами зеркала свет не излучают. То же самое и в глазе у животных. Когда свет попадает в глаз, он отражается от этого самого зеркальца, расположенного внутри глаза. И поэтому говорят, что глаза у животных светятся, горят. Вот какие бывают живые зеркала в природе. Ну-ка попробуй, угадай, что это такое. Три зеркальца. Росыпь разноцветных стекляшек. Длинный круглый футляр, напоминающий подзорную трубу. Да, это калейдоскоп. Теперь это игрушка. А в 19 веке калейдоскоп помогал людям найти новые, необычные рисунки для обоев и тканей. Ты, наверное, умеешь ловить солнечные лучи и пускать солнечные зайчики. А есть взрослые, которые делают примерно то же самое, но не для игры, а для науки. Мы астрономы, изучающие солнце и звезды. Не можем взять кусочек звезды или солнца и посмотреть, что там внутри. А изучаем мы это все только по тем лучам света, которые приходят издалека от нашего Солнца к нам. И для этого мы делаем специальные устройства, которые называются телескопами. Когда говорят телескоп, то сразу приходит на ум, что это большая позорная труба. Но это не всегда так. Вот здесь как раз мы видим телескоп, который совсем не похож на традиционный телескоп. Здесь нет большой трубы, а есть только два зеркала. Зеркала, которые здесь применяются, плоские. А основное зеркало, которое находится внизу, оно вогнутое. И сделано для того, чтобы лучи, выпадающие на зеркало, не расходились в стороны или не шли параллельно, а собирались в один узкий пучок, который мы направляем на специальный прибор, разлагающий этот белый свет солнечный в цветную полоску. Называется это в науке спектр. И вот этот спектр по существу и есть те кусочки света, на которые мы разбиваем свет. И по этим кусочкам мы определяем, из чего состоит наше солнце. Из облачной погоды все предметы на Земле освещены солнечными лучами. Если мы возьмем маленькое зеркальце, то оно отражает только маленькую часть того света, который пришел на Землю. Если же мы возьмем зеркало большое или много маленьких зеркал, то мы уже получим отраженный большой пучок. Было это давным-давно. По Средиземному морю, к острову Сицилия, плыли военные корабли могучего государства древних римлян. Наконец, корабли подошли к Сиракузам, столице Сицилии. На берег высадились отряды солдат, были выгружены тяжелые метательные машины. Город был окружен. Мужественно сражались горожане, но силы были неравны. Все меньше защитников оставалось на городских стенах. И тогда военачальники обратились к своему знаменитому земляку, великому ученому Архимеду. «О, мудрый, теперь только ты можешь спасти город. Придумай же что-нибудь!» И ответил Архимед. «Пусть жены и сестры павших воинов возьмут их меднокованные щиты и принесут на стены. Но прежде следует начистить щиты до зеркального блеска». Удивились военачальники причуде мудреца, однако послушались и объявили горожанам его волю. И вот в назначенный час Архимед повел их на стену и построил полумесяцем. Затем ученый указал им на ближайший корабль и велел, чтобы каждая пустила на него щитом солнечный зайчик. Сотни ослепительных зайчиков как бы впились в корабль. Вскоре его черные деревянные борта задымились. Потом показалось пламя. И через несколько минут в море уже плал огромный костер. «Могучий флот древних римлян был разгромлен», – так гласит легенда. Зеркала применяются не только в таких наших телескопах, так и в пустыне, где много солнечных дней. С помощью специальных зеркал можно приготовить обед и скипятить чай. Зеркала ловят солнечные лучи и создают очень высокую температуру – в несколько тысяч градусов. При такой температуре плавится даже металл. Ученые уже придумали такую солнечную металлургическую печь. Тысячи зеркал работают на первом в нашей стране солнечной электростанции. Они превращают солнечный свет в электричество. Зеркала трудятся еще и в космосе, где они освещают и обогревают космические дома – орбитальные станции. Вот как много-много разных зеркал есть на свете. Но я надеюсь, что ты не забудешь и самое простое, которое живет у тебя дома. Было бы совсем неплохо, если ты хоть раз в день заглянула в меня. А я тебе скажу, как ты выглядишь. Ладно ли одет? Хорошо ли причесан? Признаюсь, мне было бы очень приятно услышать от тебя такие слова. Свет, мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Яль на свете всех милей. Свет, мой зеркальский, яхтальце. Свет, мой зеркальце, экзамен. Свет, мой зеркальце, экзамен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok